Затянувшийся ремонт. Депутаты вновь обсудили реконструкцию парка Зернова. Святыни России, а достопримечательности Ксарова расскажут на телеканале Спас. Профессионализм или удача? Исход домашнего матча в высшей лиге определился в серии буллитов. В этом году новую детскую площадку в парке Зернова все-таки достроят. Как заверил депутатов директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев, недостающие мафы завезут в Саров уже в ближайшую пятницу, 7 декабря. Для завершения работ их останется только установить. То, что мы отдаем отчеты в правительство Нижегородской области, что у нас 20 декабря – это самый последний срок, мы так и настроены. То есть 20 декабря мы эти работы полностью завершим и все деньги будут освоены. Детская площадка должна была быть сдана к середине сентября. Все основные работы при соблюдении сроков были бы выполнены в теплое время года. Депутаты высказали опасения, как скажется строительство при минусовых температурах на качестве и долговечности площадки. Сейчас основные работы – это установка мафы, потому что посадка этих растений, устройство дорожной тропиночной системы были завершены в основе своей до снега, до холодов. Там на площадках будет покрытие гравит, то есть снег почистят, гравит рассыпят, ничего не препятствует. Все фундаменты для установки мафы тоже были залиты еще до снега, до холодов. Что касается укладки бетона в отрицательную температуру, сейчас позволительно имеются все смеси, которые сейчас поставляют, они поставляются с присадками, которые позволяют выполнять свои функции и набирать свою крепость в отрицательную температуру. Поэтому насчет того, что у нас, будем говорить, все неправильно сделано и не соответствует, здесь не надо это говорить. Будет ли готова детская площадка к новому сроку сдачи, депутаты решили проверить на выездном заседании в парке 19 декабря. А также напомнили, что горят сроки и по сдаче проекта благоустройства парка Зернова в рамках победы в конкурсе «Малые города России». 100 миллионов рублей, выделенные из федерального бюджета Сарову, будут получены, если до конца января следующего года утвержденный проект благоустройства пройдет экспертизу. Сроки по сдаче концепции были 30 ноября, но сейчас уже идет доработка и параллельно разработка рабочей документации, потому что многие моменты уже понятны, лестницы, входные группы. Поэтому, конечно, опасения есть. Действительно, будут наказывать рублем. Если мы вовремя в рамках тридорожной карты не предоставим всю документацию, соответственно, нас из этого проекта выкинут, но мы потеряем около 100 миллионов. Это все понимают. Судьбе парка Зернова депутаты решили посвятить отдельное заседание комитетов. Сталинский ампир и экопарк. Сочетание этих стилей лежит в основе идеи благоустройства парка Зернова. Причем основные элементы – входная группа, спортивные площадки и места для отдыха, аттракционы, мафы и лодочная станция – повторяются во всех четырех концепциях. Чем они отличаются? Все четыре группы? Дорожно-пропилочные сети. Дорожно-пропилочные сети. Дорожно-пропилочные сети. Соответственно, там же. Они, насколько вы видите, абсолютно отличаются. За исключением основной аллеи и главных параллелей. Концепция, молодой человек, про концепцию, что он неправильно тропил. Я вот вначале говорил, мы обсуждаем не концепцию, а варианты компонов, элемент. Концепция уже победила. К элементам, представленным в концепции, у пришедших тоже были вопросы. Некоторых, в частности, смутила идея сталинского ампира. Я думаю, что при реализации это все будет в соответствии. Какой дух бога. И мы скатимся к тому, что давайте воспитывать народ, давайте не ставить божество, давайте делать красиво. Были вопросы к концепции, в которой разработчики пытались отразить форму мирного атома. Кто-то спрашивал о необходимости лодочной станции. А некоторые попросили предусмотреть в парке больше мест для детей и высказали недовольство строящейся детской площадкой. Что еще нашим детям новое может там быть? Ничего не сделали. Этим летом где будет песочная площадка? Там же, на том же месте у вас будет песочная площадка, где вы гуляли, только в другой форме, более интересную, более лучшую. Не будет лучше. Почему вы так думаете? Рассказываю. Значит, вместо песочной площадки, которая была зеленая, в тени, приехали машины, туда щебень набросали, укатали асфальт для танка. Это получился танкодром. Вот куда я приведу в эту сковородку, в этот танкодром, приведу внука на песочную площадку. Это же сковородка. Напомню, новую детскую площадку в парке Зернова возводят в рамках программы формирования комфортной городской среды. Открыть ее должны были еще в середине сентября, однако строительные работы продолжаются до сих пор. Завершить их обещают к Новому году. Работы по благоустройству парка начнутся ближе к лету. На то, как он будет выглядеть в итоге, повлиять может каждый. Замечания и предложения принимают в администрации в кабинете номер 219 до 15 декабря. Ознакомиться с представленными концепциями можно на официальном сайте администрации. Подробная информация по телефону 99061. Все дальше и дальше от нас страшные годы самой кровопролитной войны в истории. Останки безвестных воинов погибших в то время находят в разных уголках нашей страны. Лишь немногим удается вернуть имена. Остальные погибшие так и остаются неизвестными солдатами. Помнить об их подвиге должен каждый из нас. Эти слова были лейтмотивом митинга памяти у Вечного огня. Я хочу вам всем пожелать здоровья, успехов и благополучия. И помнить всегда, что тот неизвестный солдат, который погиб, погиб за нас с вами. Юлии Шлаитовой было 10 лет, когда фашисты напали на нашу страну. В той войне погиб ее отец. Воевал и был тяжело ранен старший брат. Благодаря их и смерти многих, имена которых остались неизвестными, живем мы сейчас и радуемся жизни. Под ясным небом, спокойно, хотя не очень спокойно в стране, особенно в мире, но все равно наша страна может защитить себя. День неизвестного солдата – это повод отдать дань уважения тем, кто погиб на полях войны в нашей стране и за ее пределами. Всем тем, на чьи могилы не могут прийти родные. Но их подвиг не забыт. Эти герои живы в памяти людей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Алексей Исаев заканчивает четвертый курс. Впереди у него защита диплома и выбор дальнейшего профессионального пути. Отличным подспорьем при устройстве на престижное место работы станет диплом победителя регионального этапа чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 2018. Студент СПТ выступил в направлении электромонтаж. Участие в этом конкурсе дало мне большой опыт в электромонтажных работах, где будет полезно мне на работе то же самое. Три дня, 15 часов усиленной работы и несколько этапов конкурса. Условия чемпионата профмастерства были максимально приближенными к реальной ситуации на предприятии. Претендентам на победу предстояло выполнить необходимые слесарные работы, задания по программированию и найти неисправности в оборудовании. Развешиваем оборудование, элементы, трассы, проводящие магистрали. После чего делаем коммутацию щита и остальных оборудований. И в конце, когда заканчиваешь работу, нужно сделать отчет на металлосвязь и на проверку сопротивления изоляции. Студент третьего курса Федор Апарин изучает в Саровском политехникуме технологии машиностроения. На чемпионате профессионального мастерства он выступал впервые. Дебют на таком престижном конкурсе принес ему только пятое место. Но старания саровчанина отметили специальным медальоном за профессионализм. На конкурсе я создавал 3D-модели по чертежам. И с помощью этих 3D-моделей и уже существующих 3D-моделей создавал сборки. Максим Шишенин не первый год работает над созданием специальной жидкости для магнитно-жидкостных уплотнителей. Со своим проектом он успешно представил наш город на Всероссийской конференции «Юность, наука, культура». Максим выступил в секции «Математика и информационные технологии». По итогам конференции студент был награжден дипломом первой степени. В данной работе я постарался представить физическую природу данной жидкости и те свойства, которые мы получили, с помощью которых он обладает новой структурой и новыми свойствами. Статья о разработке Максима Шишенина вошла в сборник работ участников Всероссийской конференции, а его научный руководитель Игорь Столяров награжден знаком отличия за успехи в научно-исследовательской работе студентов. Брошенные автомобили, неубранный снег, незаконно установленные бетонные блоки. Все городские проблемы в сервисе «Умный Саров РФ» как на ладони, и сразу виден статус в работе. Это значит, что проблему решают. С июня на «Умный Саров» поступило около тысячи жалоб. Удалось за этот год множество устранить в городе мелких проблем, до которых, может быть, и не дошли бы руки у людей в виде официального обращения, а так эти мелкие проблемы удалось зафиксировать и решить. Четкого юридического статуса у системы «Умный Саров» пока нет. Это значит, что отсутствие реакции на жалобу не может быть никак наказано. Но, как заверил Алексей Голубев, работа над созданием нормативной базы для умных сервисов активно ведется. В том числе и на уровне Минстроя. Мы должны эти регламенты и нормативную базу уточнять, чтобы электронное распоряжение имело точно такую же силу, как бумажное распоряжение. И система ответственности должна быть принята ровно такой, за неисполнение, какая она существует для любого бумажного документа. В планах превратить сервис в незаменимый для горожан ресурс. Здесь можно будет найти практически любую необходимую информацию о жизни города. Не выходя из дома, записаться на прием к врачу, отследить ситуацию на дорогах и даже оплатить, например, детский сад или занятия в секции. В более далекой перспективе на «Умном Сарове» появятся личные кабинеты. Зарегистрировавшись в системе, каждый будет получать на электронную почту оперативную информацию о плановых отключениях воды и электричества. В плотном графике съемок супруги Макарские нашли время, чтобы пообщаться с журналистами и рассказать об особенностях проекта «Святыни России». В эфир уже вышло 8 выпусков. Всего создатели программы расскажут зрителям о 14 регионах нашей страны. Это уникальный проект, для нас особенный, потому что мы здесь, как Вика говорит, получаем второе высшее образование. Мы ездим по великим святыням нашей страны и узнаем о них как можно больше. Мы пытаемся, насколько это возможно, рассказать нашим зрителям. Авторы передачи рассказывают о России в формате непринужденной беседы. У зрителей создаётся впечатление, что он путешествует по стране вместе с ведущими. В Сарове съемочная группа работала всего полдня, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить уникальность этих мест. В Сарове мы впервые. Это очень ответственно, очень волнительно и очень обидно, что мы здесь всего на один день. Здесь хочется побыть, подышать этим воздухом, никуда не торопясь. Викторию Макарскую Саров интересовал в профессиональном плане. Актриса занимается изучением связи науки и религии и мечтала побывать в нашем городе. Я очень рада, что попала сюда, что абсолютно всё, что я изучала о богохранимости в нашей стране, о том, что ничего в нашей стране не происходило и не будет происходить без промысла Божия, сегодня я услышала об этом из уст учёных мужей. За столь короткий срок пребывания в нашем городе ведущие проекты побывали в самых разных местах. Всех секретов супруги Макарские не раскрыли, но в передаче они попытаются отразить специфику города. Для меня очень трепетно сегодня оказаться здесь, увидеть огромное количество умных, интереснейших, глубоких, потрясающе образованных людей и пообщаться с ними лично. Лично для меня, я считаю, это самый большой подарок жизни. И огорчиться, опять же таки, повторяю тем, что так мало времени здесь провели. Несколько фотографий на память о пребывании в Сарове и снова работа. В эфир программа о закрытом городе выйдет в начале следующего года. Упор, что у Владимира Старченко можно позавидовать. В прошлом году он занял на Международной Олимпиаде по экспериментальной физике третье место. В этом году он вновь решил штурмовать Олимп точной науки, и копилка наград пополнилась серебряной медалью. Оценивая участие в конкурсе, юноша отметил, что задания в этот раз были интереснее. Задачи просто стали немного другими. Если в прошлом году какие-то эксперименты были, было сказано, что делать просто было на прямые руки, то сейчас как-то большинство экспериментов уже было на что-то придумать, какую-то установку собрать. Особенность этой Олимпиады в том, что у школьников проверяются не знания теории, а то, как старшеклассники могут применять полученные знания на практике. Учитель физики, с которым Владимир готовился к конкурсу, отметил, что только дополнительные занятия помогли его ученику добиться высоких результатов. Когда на Олимпиаде необходимо готовиться целенаправленно, после уроков, проводя различные эксперименты. Вадим Ларионов считает, что Олимпиады по экспериментальной физике – это хорошая возможность проверить ученика на предмет того, как он может применять полученные в школе знания. А призовое место подтверждает, что время потрачено не зря, и у молодого человека определенно есть способности. Там может быть дано просто оборудование, и дальше идею проведения эксперимента, методику проведения эксперимента ребенок должен придумать сам. Проведя больше недели за границей на Олимпиаде, сейчас Владимир возвращается к обычному ритму жизни. Уроки, друзья, учителя, родная школа. Но в планах опять подготовка к поездке на Олимпиаду в следующем году. Теперь за золотой медалью. Ну, кто из нас в детстве не писал письмо Деду Морозу? Просили обычно конфеты, игрушку, какой-нибудь шикарный подарок и так далее. Правда, вот теперь те дети выросли, и что просить у Деда Мороза – неизвестно. Давайте узнаем у жителей нашего города, о чем бы они попросили Деда Мороза в письме. Пойдемте со мной. Вы как взрослые люди, скажите мне, пожалуйста, чего попросить у Деда Мороза в письме такого, чтобы он исполнил? Я стесняюсь сказать, у меня есть желание. Мне кажется, я знаю, что она хотела попросить. А чего бы вы попросили у Деда Мороза, чтобы он обязательно исполнил? Вот одну мечту какую-нибудь. А чего попросили бы? Здоровье. Писали когда-нибудь письмо Деду Морозу? Да. В детстве. Чего просили взять в детстве? Компьютер. А сейчас вот, если бы сейчас удалось бы написать ему письмо, и вы бы точно знали, что он его исполнит, чего бы попросили? Семью. Честно, я думал, что он попросит компьютер. Попробовать икры, чем и че. Дед Мороз существует. Если вы напишите ему письмо, желание обязательно исполнится. Чего бы попросили? Я бы попросила, чтобы все было хорошо у моих детей и внуков. Я не знаю, у меня все есть, мне не надо ничего. Счастливый вы человек. Ну, хоть нам бы чего-нибудь пожелали бы. Здоровья. Чтоб дети были здоровы. Чего бы я попросила бы? Ну, спокойной жизни, чтобы и денежку, пенсию побольше. Как мы сегодня узнали, жители Сарова готовы фантазировать на тему того, что Дед Мороз действительно существует. И если бы была возможность у него попросить какое-то одно желание, просили бы денег, здоровья. Ну, а кое-кто хотел бы даже попробовать икру чевичи. Для вас про Деда Мороза и подарки выясняли Кирилл Васенин и Артемий Глазков. Десятки миллиардов батарейок и аккумуляторов в мире ежегодно используют и выбрасывают в мусорное ведро. Сегодня все чаще в обществе звучит вопрос, куда отнести использованный элемент питания и как он будет утилизирован без вреда для окружающей среды. В нашем городе специализированные места появились в центре внешкольной работы. В Сарове нет такого центра, куда бы принимали и правильно утилизировали батарейки, поэтому мы в центре внешкольной работы решили, что эта проблема актуальна для нашего города и решили сделать себе вот такие коробочки по приему батареек. Идея оказалась удачной. На призыв не выбрасывать батарейки в ведро, а приносить в специализированный сборный пункт, горожане восприняли с энтузиазмом. Каждый день специальная емкость под использованные батарейки пополняется. Дальнейший путь у собранных элементов понятен и прозрачен. Мы собираем использованные батарейки, затем мы их передаем в департамент педалом молодежи и спорта. У них там тоже централизованно проводится сбор всех этих собранных батареек. И в дальнейшем они уже отправляются в центр по переработке этих батареек в Нижний Новгород. Сделать природу вокруг нас немного чище очень просто. Всякий раз, когда в вашем любимом гаджете сядут батарейки, не выбрасывайте их в ведро. Отправляясь гулять, занесите их в один из клубов центра внешкольной работы по месту жительства и оставьте в специализированном месте. Так вы можете быть уверены, вышедшая из строя батарейка не нанесет вреда окружающей среде. В этот раз организаторы решили отойти от традиции и сделали вечер более молодежным. Его темой стало «Назад будущее» главными персонажами Рик и Морти. Зажигательные номера дарили своим сокурсникам самые активные и инициативные студенты. Ребята и девушки старались не ударить в грязь лицом. Кто-то готовил остроумные сценки, кто-то пробовал себя в танцах, а кто-то импровизировал. Подготовкой вечера занималась администрация вуза вместе с объединенным советом студентов. Первокурсница Юлия Лукьянова приехала из Арзамаса. Она учится в нашем институте всего три месяца, но уже успела вступить в совет и влиться в дружную студенческую семью. На самом деле, когда я только приехала, было немного страшно, было сложно сориентироваться. Но сейчас мы уже немножко подружились с ребятами, обосновались как-то. На самом деле, все не так трудно. Один из организаторов вечера, студент четвертого курса Сарфатыни Яумифи Сергей Евстратов с теплотой вспоминает время, когда сам был первокурсником. Было очень легко, было больше свободного времени, а сейчас приходится вот это вот очень много времени уделять, чтобы организовывать для них так же, чтобы им было интересно, как и нам в свое время. Бытует мнение, что стать настоящим студентом можно только после дня первокурсника. Сегодняшние первогодки успешно прошли студенческое крещение. Впереди у них непростое время первых зачетов и экзаменов. Копилка наград образцового ансамбля народной песни горницы детской школы искусств номер 2 пополнилась новыми дипломами и грамотами. Коллективу достался диплом лауреата первой степени. Кроме этого, достойно показали себя и солистки ансамбля. Победительницей в своей взрослой категории стала Анастасия Кашина. В составе горницы девушка выступает уже около 10 лет. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах, и победа на «Быть добру» далась ей непросто. На конкурсе выступали люди одной номинации, то есть были народники, как и коллективы, так и солисты. То есть было интересно посмотреть на других людей, которые поют, пляшут. То есть было очень интересно. То есть там свой опыт, своя ступень развития. Две солистки горницы Дарина Кальвит и Екатерина Строкова поделили второе место. Эта победа многое дала участницам коллектива. Я открыла для себя новые таланты. Я знаю то, что я могу, и могу еще выше и лучше. Руководитель образцового ансамбля «Горница» Ирина Оськина старается привить своим ученикам любовь к песне, хороший вкус и понимание народной культуры. К подготовке выступлений педагог подходит тщательно. Мы смотрим на то, чтобы дети, чтобы, во-первых, они любили то, что они поют, понимали, о чем они поют, пропагандировали народную песню, потому что это наша история музыкальная. Понимали, когда она написана, в какое время года даже она написана, для чего. В ближайших планах горницы выступление на концертных площадках нашего города и участие в хоровом конкурсе народной музыки в Дзержинске. Добровольческая организация «Школа номер 5» еще совсем молодая. Создали ее меньше года назад, и старт у ребят получился очень скоростной. Десятки акций и постоянный поток желающих пополнить ряды организаций под названием «Команда полезных дел». Как рассказали нам ребята, одним из важнейших заданий за последнее время стала помощь птицам в зимний период. Мальчики нашей организации делали кормушки, и девочки их уже потом раскрашивали. Я как раз принимала участие, мне это понравилось, потому что я увлекаюсь этим. Потом вот мы в декабре будем собирать как раз корм, то есть в этой акции будет уже участвовать вся школа, и чтобы всю зиму потом кормить их. Старшеклассница Екатерина Черохина – одна из активисток волонтерского движения в «Школе номер 5». По словам Кати, она настоящий волонтер. Она не только помогает окружающим бескорыстно, она получает от этого невероятное удовольствие. Мне на самом деле очень нравится заниматься волонтерской организацией, мне нравится смотреть на плоды своих творений, своих дел. Это очень замечательно, когда ты делаешь какое-то добро человеку, просто самому хочется улыбаться от того, что ты сделал что-то очень хорошее, приятное. Проводя для пятиклассников урок, посвященный волонтерству, Катя и ее друзья задавали самые разные вопросы детям. Знают ли они, чем занимаются волонтеры? Почему в волонтерах есть потребность сегодня? На каких значимых международных соревнованиях помогали добровольцы? И главный вопрос – какими качествами должен обладать настоящий волонтер? Я считаю, что волонтер должен быть добродушным. Ну, естественно, в первую очередь это доброта, это любовь к окружающему миру, любовь к людям. Также я считаю, что это любовь к жизни, оптимизм. Я знаю очень много волонтеров, они практически все оптимисты. И, естественно, это искренность. Как и многие ее друзья по волонтерской организации, Екатерина Черохина в будущем хочет продолжать помогать ближнему. Мечта – создать такой приют для животных, где нашлось бы место каждому, от кого отказались хозяева. И хочется верить, что такое желание девушка сможет исполнить. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ученики детской музыкальной школы практически каждую неделю принимают участие в различных фестивалях – областных, всероссийских и международных. Становятся дипломантами, лауреатами и обладателями Гран-при. Дарья Светличная только недавно завоевала главный приз на конкурсе исполнительского мастерства «Радуга талантов». И вот спустя неделю новая победа – лауреат второй степени на смотре конкурса в столице региона. Дарья исполняла две композиции. Одна называется «Вальс Бурлеско» – композитор Вильгелем Поп, а другая называется «Вокалист» – композитор Ахманинов. В произведении «Вальс Бурлеско» – это быстрое произведение, в нем можно показать свою технику. «Вокалист» – это медленное произведение, где можно показать звучание флейты. Дарья учится в школе девятый год и большую часть этого времени играет на флейте. Для нее это особый инструмент. Дарья говорит, что конкуренция на областном смотре конкурса была достаточно серьезной. Соперники исполняли сложные произведения. Тем ценнее, по мнению девушки, оказалась победа. Так как я понимаю, что я играю не просто на уровне музыкальной школы, а я могу соревноваться с другими участниками и некоторых обходить. Участие в конкурсе приняли и другие ученики детской музыкальной школы имени Балакирева. Все они показали хорошие результаты и достойно представили наш город. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. По словам Олега Паточки, преподавателя художественной школы, выделить какую-то одну картину на выставке сложно, но есть особенная, которая притягивает к себе внимание и выполнила ее ученица Олега. Рисунок Софьи Корнеевой хоть и встроен в общую композицию выставки под названием «Праздничное настроение», но все же стоит особняком. А все из-за сюжета, в котором девочка запечатлела момент репетиции рок-группы. Есть у нас такое задание, которое звучит, что дети должны изобразить, ну так казенно звучит, многофигурные композиции в интерьере. Вот эта работа мне на самом деле очень удивила, потому что девочка как бы не особо-то, мне казалось, интересуется такой тематикой музыкальной. Вот раз и вот такая работа появилась, гаражный рок. Выставили гаражный рок в экспозиции под общим названием «Дни французской музыки в России». Подобные тематики связывают еще около 500 работ. «Дни Японии в России», «День кошек», «День рыбалки». Все названия на выставке детских картин не случайны. Работы, все, которые мы представлены на выставке, они соответствуют какому-то, не конкретно большому празднику, а просто праздник ежеминутный, ежедневный. Если мы посмотрим на наши праздничные календари, то праздник происходит фактически каждый день. Сюжеты на картинах самые разные. На одних упор сделан на театр во всех его проявлениях, на других – военные парады, кошки, природа и быт российской глубинки. Но наиболее часто встречаются сюжеты, так или иначе связанные с семьей. Потому что для детей это очень важно в жизни. Семья – это одна из самых важных составляющих. И они это… Думают они или не думают об этом, но это просто в их жизни присутствует, и это выражено в их работах. Выставка «Праздничное настроение» только начала свою работу. Попасть на нее может каждый желающий в часы работы художественной школы по улице Академика Харитона. Вход свободный. Итоги конкурса подведут 20 декабря. Для всех желающих подготовят фото-зоны и различные мастер-классы на новогоднюю тематику. Кирилл Осинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Образцовый коллектив «Краса России» существует на базе детской школы искусств номер 2 уже 11 лет. Он объединяет учеников трех курсов отделения дизайн одежды и ткани. Мы занимаемся любыми видами женских рукоделий. Это и рисунок по ткани, это моделирование и шитье швейных изделий, это и пэтчворк, лоскутная техника, вышивка, элементы различных вот таких вот женских рукоделий. Свои лучшие работы воспитанники Елены Бодряшкиной представляют на различных областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Для участницы образцового коллектива Ксении Конофеевой победа на международном конкурсе – первый серьезный успех. На творческое соревнование девочка отправила работу в своей любимой технике «Батик» вместе с пушистым другом. Надо было нарисовать человека с любым животным. Я очень люблю кошек, и поэтому я решила нарисовать девушку с котом. В середине декабря Ксения Конофеева вместе с другими участницами образцового коллектива «Краса России» примет участие в межрегиональном фестивале имени Надежды Ломаевой в Первомайске. Девочки будут представлять свои коллекции в различных номинациях. По итогам фестиваля в прошлом году саровчане получили диплом и денежный сертификат. Выстраивая тактику игры, красноярские соколы настраивались взять реванш за проигрыш саровчанам в сентябре. Но подопечные Игоря Веркина сдерживали натиск сибиряков на протяжении двух с половиной периодов. Шайба летела либо мимо ворот, либо вратарь мастерски отбивала удары нападающих. Атаки и контратаки саровских хоккеистов также были безрезультатны. Это заставило изрядно понервничать зрителей на трибунах. Нападение что-то слабо играет, но пытаются что-то делать. Игра замечательная, соперник достойный, ребята стараются, но где-то не хватает чего-то еще. Валидольная игра, знаете, очень напряженно, переживаем. Пока слабо не хватает реализации моментов. Надо было реализовывать большинство. По напорности, чтобы ворот было. А то бить-то некому. Как-то вяло пока, на самом деле. Вроде бы моменты есть, но до конца не доиграют. Вратарь хороший стоит. Вратарь молодец. Молодцы. Упираются. Догорает хорошо. Наши. За нарушение правил игры поочередно удалялись хоккеисты обеих команд. Но игра в большинстве не принесла ни гостям, ни хозяевам заветного гола. Лишь к концу третьего периода спортсмены «Сокла» смогли завершить атаку и закинуть шайбу в ворота «Саровчан». Спустя пять минут подопечные Игоря Веркина забили ответный гол. Команда «Саров» очень хорошо сегодня играла. Агрессивная молодая команда. Было очень тяжело играть. Поэтому они молодцы. Игра была до гола. В конце нам улыбнулась удача. Основное время матча закончилось в ничью 1-1. В дополнительном периоде спортсмены попеременно атаковали ворота соперников, но не смогли изменить счет на табло. Судьбу поединка определила шайба, заброшенная красноярским хоккеистом в серии булитов. Булит, наверное, это все-таки лотерея, повезло. А так в целом игрой доволен. Игрой доволен. Ребята молодцы. Всем спасибо. Победу в матче принесла «Соколу» два очка. Подводя итоги встречи, тренеры хоккейных клубов отметили высокий уровень подготовки спортсменов обеих команд и поблагодарили за интересную игру. Кто-то должен, я всегда говорю, кто-то должен выиграть. Но сегодня была такая игра, упорная. Я бы сказал, что равная игра, но соперник победил, я его поздравляю с победой. Следующий домашний матч хоккейный клуб «Саров» проведет с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра пройдет в среду, 5 декабря. Начало 18.30. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры подогнал «Симон»